Вышли соседи, подивиться, что же тут стало. Три человека. И опять начали прилетать, опять начали обстрелить. Одному, короче, попал снаряд десь рядом, осколком, вытервало ногу одну. Другого дедушка там вышел, его трошки пошматувало, ну так, легенько, он еще сам передвигался. Третий целый, нормально. Там еще после того было два-три прилета, быстренько скорую вызвали, перевязали, жгут наложили ему, вы приехали скоро через минут десять, потому что не хотели ехать, потому что обстрелили и шли. В этом районе, по линии огня, тут крила, туда дальше, там Теща живет. Тещин вокруг дома, наверное, штук десять приходит. Это интернаты, там дальше школа интернат, так уж приходит. Десь в том направлении у нас бывший ток, там фермеры технику зберегают, склады. И это же, наверное, расисты думали, что там какая-то військовая техника стоит. И они крила и крила туда постоянно. И это оно на линии огню. То перельоты, то недольоты, это все. И дома страдают. У нас был четвертый прилет. У нас два прилета. Тут был один прилет и там другой прилет. И все. Это шесть прилетов было на три хати. И все. И семь прилетов с той стороны. Все побито, ничего нет. Люди поезжали, никого нет. И осталось у нас девять человек на улице. И все. Зараз газа у нас в данный час нет, потому что перебито там центрально у нас газогин. Два дня тихо, два дня отбомбляться. В поселке в Шевченково 500, 500 плюс. В Лучу 60. Трохи-то люди-то выехали. Там сильно-то бомблять сейчас. Ну, не хватает больше круп. Круп такого-то макаронов, что дольше-то лежит. Ну, привозят там скоропорты. Ну, ну, жарко сейчас-то портится. Людям-то отдали. Свет то есть, то нема, то холодильников и нема. Это было такое приветствие с 9 травня. Рано вранці, о 6-й, по-моему, годині, десь, був танковий обстріл. Танки, урагани. Приміщення зруйноване. Ну, нічого. Буде перемога, все відновимо. Приміщення зруйноване. Приміщення зруйноване. Перекtagоко. Продолжение следует...